всем привет продолжаем проходить медиум дальше разгадываем загадки и все-таки я думаю узнаем чем закончилась история в скором времени это за место убежище на случай атомной войны подожди тут взять нечего да вот здесь вот можно проход прорезать об где-то надо зарядиться энергией чтобы открыть общий ток этот запустить электрический она давай сюда пройдем мне чуть ниже но вот сюда вот можно пройти посмотреть дожди или мне выше давай тогда с этой стороны а нет здесь есть проход жуки жуки где-то рядом похоже там выход только он полузатоплен ну пока я ничего такого полезного прям не вижу а кстати дверь под давлением с водой подожди что-то они меня путают с этими ходами ну да ниже уровни затоплены а нырячий к изменения кудышный а вот так худышный кудышный сейчас мы быстренько спустимся посмотрим ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй я понял давай чтобы не возвращаться ходим пожалуй наверх где-то надо зарядиться зарядить щит себе чтобы бабочек пройти а не бабочек а мотыльков этих что я должен тут увидеть скорее всего ящики надо как-то скинуть ладно сейчас посмотрим чем тут можно быть полезным так еще проходы тут вообще электричество допустим может получится откачать воду ну давай записочки когда мы наткнулись на это место то подумали что это просто старый немецкий бункер пара коридоров просроченные припасы через две недели раскопок мы поняли что у пюрера свое время были большие планы на это место там была целая система подземных ходов прочные железобетонные стены и всякое такое помимо видимо он построил себе укрытие на случай если его идея с господствующей расой провалится но коммунисты сделали то что умеет лучше всего присвоили чужое они хотели превратить бункер полноценное ядерное убежище даже провели туда электричество но больше они ничего не успели в неве все пошло наперекосяк к счастью для меня проект был секретным и я позаботился о том чтобы секретным он и остался насколько мне известно большинство знавших о бункере погибли во время резни не то чтобы это можно было назвать удачным поворотом но полетит к чертям мы сможем там отсидеться если все полетит к чертям мы сможем там отсидеться ладно ну конечно электричество нет а чего я еще ждала это как решать загадку так изучим местность я прям все запомнил конечно надо с другой стороны как-то электричество включить вот ей вернулся так 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 что мы тут имеем еще один проход есть который я не осмотрел не сюда вот тут проход причем даже два а нет но один ну-ка в астралии я смогу сюда зайти я тут был да тут у нас проход давай вернемся чтобы время не терять еще раз теперь принципе понятно как тут все устроено так энергия я зарядился хорошо больше в принципе тут делать нечего где-то еще проход вот здесь был давай попробуем вниз спуститься у нас же тут мотыльки нет два прохода интересно а зачем мне энергии не хватит что я тут делаю вообще ясно возвращаемся ладно давай тогда к мотылькам пойдем мотыльки у нас внизу заряд есть давай пробуем так помним что это дело на время хорошо они закончились что я должен был тут увидеть я просто зарядился и все странно подожди еще хочу раз посмотреть все так как-то к спеху бежишь надо повнимательнее чуть-чуть по моему там был еще проход она мне мотыльки съели меня пока не совсем ясно что делать а где я вообще дверь еще закрыта мы берем заряд и мне нужно вернуться вот сюда чтобы запустить электричество там потом посмотрим что делать а где же где я брал этих мотыльков наверху наверху или внизу вот тут кстати вот в этой комнате есть что-нибудь нет заряжаемся теперь давай вот здесь в астрале надо дверь открыть подожди подожди блин или не в астрале надо наверх короче сейчас мы наверх поднимемся запустим электричество дальше посмотрим я думаю вода откачается и мотыльки уйдут так сначала здесь мы выключаем пойдет дальше я вот эту записку оп там дверь вот теперь мы запускаем электричество здесь хорошо да работает так думаю теперь можно добраться до первого бака а где он находится плохая девочка мразь неблагодарная так за мной демон ходит понятия не имею где первый бак у них но где вода в принципе где вода исчезла туда и идти надо я думаю что он тут да вот он цифра 1 и мотыльки исчезли ай-яй-яй щит давай сейчас подохну ладно сохранение было я смотрю на другую часть экрана и там то нету мотыльков вот и все что я нажимал вот это по моему давай отсюда двигаем вот сюда где он там демона я видел он ходит по второму этажу где-то он ходит по второму этажу где-то вот где-то по этому уровню он ходит которого я сейчас спускаюсь да нормально с меня рей так крутим крутим задвижку готово теперь есть куда перекачать воду здесь мы заряжаем щит и идем обратно спокойствие а теперь из первого бака нужно перекачать воду во второй вернемся таким путем вроде он самый безопасный по факту должна открыться вот эта вот дверь под которой под давлением я думаю так второй бак вот сюда не работает тоже нет давай сюда или куда половину сюда вливаем а половину сюда да но это только половина черт оба бака для откачки воды закрыты возможно стоит спуститься открыть их вручную подожди и сюда половинку а теперь вот сюда пока что неплохо попробуй добраться до второго бака боже где он а ну сейчас как где-нибудь найдем демона надо электричеством я думаю будет ударить тут мотыльков то нет так вроде какие-то летает но они пока не опасны нет вентиля нет вентиля надеюсь ты где-то тут блин я тоже надеюсь что он где-то тут да вот он болторец ура так а здесь закрыто о а вот и выход отсюда только нужно его немного подсушить так что сделаем где этот проход то был с вентилем вот нахлобучили покрутили отлично второй бак готов к работе а теперь мне надо назад он мне даст пройти интерес блин он где-то рядом но я не понимаю где он да 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 мне не совсем кстати сюда а как же туда пройти то я потерялся вот сюда вот так а там ничего дергать не надо нет это карта просто так и теперь отсюда половину сливаем туда и еще половину сливаем и чего и чего может быть теперь получится ну попробуем она же сказала то что ей нужно подсушить этот выход вода была здесь вот центральный этот центральный проход туда туда ли я иду посмотрим ага похоже там выход только он полузатоплен в смысле полузатоплен там же вроде нет воды там же вроде нет воды был но как будто какую-то да я конечно попробую странно я перелил в оба резервуара учет ничего не произошло здесь же вроде нет воды я может ошибаюсь и демон кстати особо не кошмарит ну ладно так там тоже вода давай чё-то переливать а что если все все слить прямо на одну сторону вдруг получится отсюда половину вот сюда до центральная камера открыта давай мариана поднажми немножко странная загадка она была за этого открыта в смысле я с центральной центрального прохода до этого уже только что все открыл все слил но почему-то они считали что я должен а что закрыто я должен именно на левую сторону все сливать хотя по сути центр все равно остался пустым по-моему где-то тут можно было спуститься ну и чего воды по-моему тут не уменьшилась визуально я кстати не совсем понимаю куда мне сейчас идти и зарядимся на всякий случай наверное куда-то вниз закрыто так значит проход только один я не помню блин я не помню я сверху или снизу пришел это у нас по-моему проход нет вот сюда надо через третий отсек вот вода нам не мешает и теперь кажется можно пройти будет вот в эту дверь как я заносит она как будто на этом на гоночном автомобиле слоу мох никакого голода никакого стыда нас надо электричество включить чтоб демона тряханула мне прям показывают какие-то пути как это сделать может пока непонятно что конкретно хотят от меня сохранение было рядом слава богу так это дверь закрыта но тут и демон стоит есть электричество которое надо включить или отключить непонятно пока есть еще какой-то проход не знаю я думаю мне к нему все таки двигаться будешь побежим поймал что нужно сделать я не понимаю давай разбираться он тебе хватает и все только ты к двери подходишь в астрале туда подойти да я могу это пропустить нет нет ну а если закрыв рот идти на корточках и и это и 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 не не поймает так ладно я хотя бы понял начало хотя вы понял начало что от меня требуется значит садимся в астрале на корточки проходим сначала в дверь потом он наверно пойдет за мной а я должен выбежать как-то обратно думаю так мало времени не дают разобраться что от меня требуется так он бежит хорошо а пока он возвращается это надо сделать да вот чем задача то была я еще и вот сюда готов хорошо ай все закрыто ладно может быть как-то по-другому немножко отточать его может быть как-то немножко по-другому это все планировалось сделать лили томас вы были здесь я это чувствую на очень зелененькая подергаем упс о нет ну за что мне это запустим сгорел надо поискать запасной давай искать запасной тогда кстати возможные предыдущие двери будут открыты да вот тут прохода не было давай короче говоря здесь посмотрим сначала списочки вот что я зачеркнуто предполагая силы берут свое начало из одного и того же источника но проявляется по-разному она похоже существует в обоих мирах будто ее разум живет в двух телах одновременно для нее то что происходит в одном мире влияет на другой видит ли она грань между мирами или для нее это один и тот же мир новая гипотеза смерть размывает границы миров и разуму новорожденного не нужно разделяться вроде логично хоть и чертовски странно о я это знаю я ее так любил не открыть ничего не сделать где-то тут это было витамины антибиотики нейролептики антидепрессанты многовато лекарств даже по моим меркам все да так я никаких дверей то не пропустил случайно нет значит мне прямо только там прямо я должен найти наверное какую-то подсказку какое количество тока давать и еще должен найти предохранитель сейчас важно никаких предметов не пропускать и записок тоже предохранитель готова вода но это еще не все я думаю ее выбили изнутри сюда можно пройти здесь жила Лили то есть здесь он ее держал милая комната для девочки кто бы ты кто бы знал что все так просто немного алхимии чуточку духовной материи и вот она видимо народные поверили не соврали ладно главная комната готова и она работает действительно работает в первый раз в жизни я и в полном одиночестве как же это прекрасно ну вот какая ну вот демон в виде бабочки кстати демоны являются бабочками ого на сколько нарядов Лили могла прихорашиваться но смотреть на нее не было некому она там что-то еще пыталась сказать ну да ладно она ведь давным-давно выросла в комнате сплошь игрушки какие ужасные обои и литокраска не знаю но тут все звери как в южном парке с красными глазами они осатанелые походу маленькие окошки в мир лучше чем ничего но солнечный свет буквами не заменишь согласен опять соль вся комната усыпана солью мне кажется соль не пропускает демонов или что-то в этом роде подождите мне вот это надо представляю какого было сидеть здесь заперти ежедневно ей в руку втыкали иглу или такого не заслуживало это дверь какая-то я думаю да она закрыта наверное потом откроем как-то 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 чем-то назад возвращаемся где проход-то дальше больше так а какое-то напряжение это давать какое из них то маловато все перебор вот это большое включаем и вот это вот маленькое то что нужно нет давай еще чуть-чуть то что нужно да будет свет сказал монтер и жопу фосфором натер что смотрите жилище я же уже все посмотрел здесь скорее всего дверь открылась дверь в комнате девочки открылась я думаю а нет вот тут еще миленько очень минималистично о так она сидит в этой комнате потом кому-то рассказывает историю так тихо теперь здесь только мы с ней я и она так странно но так прекрасно как будто так и должно быть надо насладиться моментом я уже начал переносить мастерскую поближе к гостинице если что-то случится я не хочу чтобы она была рядом скоро я пойду туда чтобы вернуть его я вижу только два исхода либо мы вернемся вместе либо не вернется ни один да точно она в катсценах здесь сидит плесень довольно свежая видимо кто-то был здесь совсем недавно как она узнала качество плесень я вот допустим наверное не скажу сколько плесень и времени возможно я смогу попасть на ту сторону если найду достаточно осколков заверите разбитое зеркало вперед Алиса так осколков нам нужно три штуки целых три а вот один уже один есть уже неплохо так тогда давай обходить вот эти все помещения которые возможно осколки появились по скрипту давай в аптечку заглянем еще раз сюда зайдем нет нет ничего ладно давай тогда в ту комнату сбегаем возможно все таки с подачи электричества у нас и тут проход маленькой двери открылся о еще есть проход столько двери оказывается было второе зеркало еще один еще что-то давай смотрим ужасная музыка играет а что это такое свистит ищет пи-пи-пи-пи-пи-пи вот это вот ладно ладно это музыка играет? так громко что-то не будет а то вдруг авторские права кстати подожди вот за шторкой что это? в лучших традициях ужасов там кто-то должен прятаться ну нет у нас же триллер так вот еще проход и вон еще кусок зеркала похоже он так и не перестал заниматься интересовавшей его темой может в следующей жизни ему больше повезет это историческая книга автория кракова комнаты кстати похожи сегодня она едва меня не увидела почистовала меня я должен был это предвидеть нужно быть осторожным держаться от нее подальше я постоянно думаю о ней я знаю что правильно поступил оставив ее в больнице так будет лучше для всех а главное для нее но я все думаю о том дне дне когда ее мир изменится когда она узнает что кто она на самом деле она ничего не поймет она испугается я должен быть рядом чтобы помочь ей во всем разобраться подержать ее нет она справится она сильная совсем как ее мать а что это у них по наследству что ли передавалось кажется хватит надеюсь магия сработает подожди еще давай пособираем похоронное бюро последний путь джеко оркан номер телефона не зв ну не звонить видимо скорее всего звонок который пригласил главную героиню сюда был сделан отсюда это явно рабочее место Томаса я чувствую его решительность решимость над чем бы он не работал он старался изо всех сил вы пытался изгнать монстра вы пытались изгнать монстра или вернуть другого себя я думаю изгнать монстра я думаю изгнать монстра я думаю изгнать монстра Хотел болтаре туда препандурить. И вот тогда мы наконец встретились. Мы-то кому она историю рассказывала в катсценах? Это ты? Ты жива? Томас? В каком-то смысле. Стоп, ты другой, Томас. Ты дух. Он ведь ловчий, я думал, а ты погиб. Погиб? Нет. Я попал в ловушку. Я долгие годы был заперт в больном разуме Генри. Когда-то ты его изгнала. Я наконец обрел свободу. Вот почему ты так важна. Ты доведешь дело до конца. Где он? Где мой отец? Я не знаю. Впервые за свою жизнь я не ощущаю его присутствие. У меня так долго не было. Останься ненадолго. Расскажи мне, с чего все началось. Останься ненадолго. Курение вредит вашему здоровью. Все началось с мертвой девочки. Все, она типа рассказала его всю историю? Я не знаю. Алили? Неужели мой отец? Нет, он бы этого не сделал Он не смог бы Он ее очень любил Он любил вас обеих Тогда что с ней случилось? Что это за место? Здесь он ее держал А комната существует только в одном мире Другому миру она не подвластна Томас создал ее, чтобы иметь возможность побыть одному Только там он мог чувствовать себя нормальным Мог укрыться от своих способностей и от меня Комната пригодилась, когда Лили стала нестабильной Нестабильной? Что это значит? Она тоже медиум-марианна И очень сильный Видимо, это семейная Когда Ричард ее обидел, в ней что-то пробудилось Ну, демон этот пробудился И мы всю игру от сестры убегаем Скорее всего так В ней пробудилось что-то ужасное Я знал, что однажды оно вырвется на свободу Вот чего боялся твой отец Он хотел предотвратить это Вот почему он позволил мне Но это значит А, вот почему он позвонил мне Но это значит Да, Лили жива И ее еще можно спасти Найди ее, Марианна Где она? Где моя сестра? Ты сама знаешь В доме озера Эта тварь уже близко Иди Я задержу ее, насколько смогу Я тебя не брошу Тех не спасти, бабочка моя Я уж точно знаю Или еще Мне жаль Взял, выкинул мне из астрала Мне может там удобнее было И комфортно Значит нам нужно идти на озеро Вытаскивать как-то сестру Пробудить ее от этих А, ну да, да Мы в обычном мире Правда я не там находился Нет, нет Нет Нет, нет, нет Ой, как удобненько Я ему сразу был возле озера Да Сестра у нас, скорее всего, демон Который бегал за нами всю эту Всю игру А вторая добрая сущность Это Чаль Добрая сущность Моей сестры Это печаль, я думаю А злая сущность Это демон У меня опять бег забрали Зачем она руки сложила? Так же неудобно ходить Боже мой Это оно Так Подожди Настройки Мы немножко авторские права Отключим То место, что мне снилось Я тысячу раз шла Этой дорогой во сне Я знаю Здесь каждый камушек Но на этот раз Что-то изменилось Мне же ничего сейчас Собирать не надо Она даже бегать не может Мы сейчас должны Сестру встретить В том или ином Обличье Драка, интересно, с ней будет Такая как Между сестрами Красиво Все-таки у них тут Может грибов поискать? Я уже близко Я это чувствую Очень отчетливо чувствую Ну, бег у меня забрали Чтоб я музыку послушал Проникся атмосферой Подумал, так сказать Еще раз на сюжетах Ну, сюжет, в принципе Плюс-минус понятен Местами немножко не точно Объяснено Кто из них отец Кто поджег Поджег детектив Следователь этот Хотя, в принципе, все понятно А вот сестра Привет Привет Она уже Демон какой-то Или Ну, она как-то явно Неестественно стоит Наконец-то ты пришла Лилиана Я тебя заждалась, сестренка Лили, я... Я не знала Я не помнила Прости меня Ничего, так даже лучше У тебя хотя бы была нормальная жизнь Пусть и недолго Лилиана В тот день, когда наш дом загорелся Я заключила сделку И измученная часть моей души Вырвалась на свободу Ты про то чудовище Но зачем? Чтобы спасти тебя Она помогла нам спастись Но взамен я должна была Ее освободить Чтобы она пожирала Разрушала Убивала Резня в доме отдыха Нева Да Те люди умерли Чтобы мы выжили И вместе со мной Выжили мои демоны Отец знал, что мои силы опасны И он оставил тебя в больнице Чтобы дать тебе шанс На нормальную жизнь А ты? Он пытался? Нет Хотя, может быть, и стоило Но он не смог это сделать Вместо этого он запер меня Хотя, так он только Монстр Монстр выбрался на волю А теперь ты здесь Только ты сможешь все исправить Знаешь, мы обе унаследовали не только дар отца Но и его судьбу И сон Сон? Но Мне снится только девочка Которая убивает На этом самом пирсе Это ведь ты Неа Это не она Разве этого не произошло? Нет Отец Какую-то другую девочку убил Ты видишь, не прошлое В этом сне То, чего я жду Что? Я конец всего Но Нет Нет Ты не можешь изгнать дух, пока жив сам человек Вот почему ты так и не смогла убить монстра Вот почему печаль не хотела уходить Но Ты же моя сестра Вот почему это должна сделать именно ты Мне не хватит сил Монстр мне не позволит Только ты можешь положить всему конец Только ты можешь сделать то, с чем не справился отец Лилиана, я не могу Пожалуйста, не заставляй меня Мне жаль Это единственный способ избавиться от него И остановить череду смертей Лили Ой Марианна, что происходит? Старый костюмчик Теперь слишком маленький Ясный Я из него выросла Он мне не нужен Будет новый костюмчик Свет Его почти не осталось Еще не совсем темно Но это ненадолго Ты ошибаешься Есть еще один способ Марианна Марианна Нет 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 Что она делает? Это ничего не изменит Ничего Как ты и сказала Я твой единственный шанс Не так ли? Тебе нужен медиум Достаточно сильный, чтобы выдержать тебя Тебе нужна я Других не хватало надолго Ты их всех сломала Марианна Не надо, пожалуйста Прости, но не тебе выбирать Это все-таки моя жизнь Нет, остановись Не надо Пожалуйста Сестренка Освободи меня Нет Не подходите Я конец всего Это должна сделать ты Она никогда не перестанет убивать Ты доведешь дело до конца Только ты сможешь положить всему конец Всех не спасти Бабочка моя Кого она убила тогда? Тебя или сестру? Ну тут два варианта Все началось с мертвой девочки Ну вот А я думал Они могут кого-то Ну объяснять что ли Никак не промотать Я думал Они объяснят Кто в кого выстрел Может быть После титров Какая-то сцена Вдруг Ну так В принципе Ну Игра вообще Как бы Не сложная Факт в том То что тут скорее Геймплея почти нету Ты только читаешь записки Решаешь Минимальные какие-то головоломки И Просто узнаешь сюжет Таковой какого-то тут Сложности не присутствует вообще Тут скорее Повествование Ну вот Визуально Сделано Забавно Как бы там Какие-то дети В масках И так далее Правда история Не совсем Как-то Не совсем Очень понятно Рассказывается Но Плюс-минус к концу Уже Понимаешь О чем речь И То К чему Правда Вот мне непонятен Конец Что же чем закончилось Кого она выбрала Убила сестру Или себя Может быть даже Это задел Кстати на будущее Я не знаю Я же говорю Сцена после титров Должна быть Часы Часы Подарочные И отец В астрале Почему это было Указано Странно Если я нажму Продолжить Тут скорее всего Будет С последней Контрольной Точки Короче Сцена После титров Запутала По-моему Еще больше Да Ладно И мне даже Ни выбора Никакого Не дали Сделать Как-то так Поэтому Концовка Не ясно Кто же Все-таки Из них Погиб Кого она Выбрала Наверное Мне кажется Себя А может Не себя Не знаю Об этом Автор умалчивает Ладно Будем на этом Закругляться Вам спасибо За просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Пишите комментарии Всем удачи И пока